Западные санкции против России зажгли зеленый свет для северо-остинских предпринимателей. В республике налажено производство итальянских сыров. Местную моцареллу и рикотта уже ждут торговые сети Москвы. Уроки итальянского сыроварения. Джани Данцели – сыровар в третьем поколении. Всем тонкостям его обучал дед. И теперь благодаря господину Данцели на прилавках республики появляются все больше сортов заморского лакомства. У меня очень много друзей в России и Владикавказе. Два года назад, когда я был здесь, в одном из кафе мы заказали пиццу с моцареллой. Пицца была хороша, но ей не хватало настоящего свежего продукта. Вот тогда и пришла моя идея, что нужно дать местным жителям попробовать настоящий итальянский сыр. И нам очень приятно, что наш продукт востребован. По словам специалиста, для производства сыров достаточно натурального молока и чистой питьевой воды. Этого на остинской земле в изобилии. В ассортименте предприятия около 10 видов сыра. Один вкуснее другого. А цена остина итальянского лакомства ниже импортной почти на 30 процентов. Деликатес, конечно, отличается, но здесь у производителей железный аргумент. На севере и на юге Италии продукция под одним и тем же названием тоже разная. Поэтому каждый выбирает себе то, что ему по вкусу. Настоящий деликатес сыр моцарелла изготавливают и в Северной Осетии по итальянским технологиям. За качество продукции производители ручаются. Основой данного сыра является специальная закваска. Для того, чтобы приготовить моцареллу сначала заквашивают молоко. Оно должно свернуться. Затем получившуюся массу хорошенько отжимают, после чего режут на мелкие кусочки и заливают горячей водой. Готовят сыр почти 8 часов. В сутки фабрика способна выпускать до тонны моцареллы классической для пиццы и другие виды сыров. Сырье местное, оборудование итальянское. Уже завтра эта партия окажется на прилавках. Нам неоднократно задают вопрос, в чем зависит качество сыра. Качество сыра зависит от того, что натуральный сыр делают из молочных жиров. Полностью он состоит из молочных жиров. Если же он состоит из других каких-то растительных жиров, то это уже сырный продукт. Цех по производству итальянских сыров в республике работает уже год. За это время производители успели занять не только местный рынок, но и наладить поставки в Москву, Воронеж, Пятигорск, Сочи. Запрет на импорт из Европы заставил итальянца, как и многих предпринимателей, и задуматься о расширении производства. И через год таков срок действия эмбарго может оказаться, что иностранным производителям деликатесов возвращаться будет некуда.